Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю ваше самое любимое видео Вопрос-ответ. Ну, начнем. Вопросов накопилось очень много, прям настолько, что аж страшно. Первый вопрос от Насти Токмаковой. На кого хотела бы ты поступить после окончания школы? Думала ли ты пойти на бирейтера? Ребята, на самом деле, мое поступление в то или иное учебное заведение зависит от того, где находятся мои лошади. Мои лошади находятся в Рыбинске, значит я пойду на физрука в наш пед. После 11 класса. И да, на бирейтера нельзя нигде научиться, насколько мне известно, только можно зарекомендовать себя как хороший спортсмен. Следующий вопрос от Марии Скоробогатовой. Ксюша, пожалуйста, расскажи, как отличить Оскара от Эластика? Я просто не могу. Внимание, смотри. Вот это морда Оскара, вот это морда Ластика, вот это Оскар, вот это Ластик. Теперь видишь разницу? Следующий вопрос от Анастасии Елизаровой. Какая твоя любимая песня? Так, следующий вопрос от Арины Урловой. Привет, привет. Я совсем недавно в твоем каноблоге смотрела видео с Эластиком, а тут еще несколько лошадей появилось. Запуталась я. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя лошадей и как их зовут? У меня три собственные лошади. Первая это Эластик, вторая это Хобей, третья это Хацун и Мику. Второй вопрос от Анастасии Елизаровой. Собираешь ли ты делать дальше челленджи? Конечно, я собираюсь делать дальше челленджи. Челленджи. Не важно, в общем, вызовы. Потому что это весело и прикольно, особенно с друзьями. Следующий вопрос от Кристины Хафизовой. Любимый цвет сборок на Хобей, на Эластике и на Оскаре. Какие сборки подходят им больше всего, твое мнение? Как я поняла, это ты имела в виду комплекты. Мне нравится, как на Хобей смотрятся коричневые и рыжие цвета. На Эластике мне нравится, как смотрятся черный, серый и синий суперменовский. На Оскаре мне нравится, как смотрится Российская империя. Также черный Вальтрап. Я к нему одеваю уши Бэтмен. Белый Вальтрап из серии Элита, магазинов Арис. В какие города я ездила выступать? Я выступала в Ярославле, в Вологде, в Свеченском, в Москве, в Костроме. Вроде все. Ничего не забыла, ничего не перепутала. Что больше всего любит Мика из вкусняшек? Мика, как и все лошади, любит стандартные яблоки, сахар и морковь. Хорошо ли твои лошади заходят в коневоз без истерик? Теперь да. Внимание, история. Первый раз, когда мы грузили Эластика, это было что-то с чем-то. Это была такая истерика, что мы думали, все умрут. Просто все лягут. Он просто не хотел заходить, разворачивался в коневозке и вылетал. И причем расшвыривая всех людей на своем пути. Кобыла вообще, это что-то с чем-то. Мы уезжали из Ярославля, был уже лед, ну зима была, лед был. Она не хотела заходить в коневозку и тут она что-то заупрямилась. У нее задница поехала и она села и сидела. А потом легла. А потом мы ее подняли, все нормально, она ничего себе не повредила. И она спокойненько зашла. И сейчас они оба спокойно грузятся, я не знаю, как это. Есть ли у вас личный коневоз? Да, у нас есть личный коневоз. Мы на все старты ездим с ним, почти на все. Трехместка, Букмен. Сколько лошадей было у вашей семьи? Может быть и до тебя? До меня у моей семьи не было лошадей. А вот до лошадей, которые у меня есть сейчас, было еще две. Я уже рассказывала о них в предыдущем вопросе. У тебя одно седло конкурное или оно? У меня два седла, но мое самое любимое, это седло, которое уже просто скоро развалится. Мне такое еще. Это паркуровское седло конкур. И также у меня есть престижеское седло конкур. Есть ли у тебя хакамора? Нет, хакамора у меня нет и не надо. Следующий вопрос от Полины Деровой. Ксюша, ты очень классная и позитивная. Спасибо. Ответь, пожалуйста, на вопросы. Твоя любимая мать. Соловая. Расскажи самый смешной момент со своей любимкой. Их столько, что мне даже не перечесть все. На какие-то крупные соревнования ездила на Оскаре? Я ездила на самые крупные в своей жизни соревнования. Это всероссийские соревнования среди младших юношей. Я там заняла второе место по итогам трех дней. Есть ли у тебя любимая амуниция? Если да, то какая? У меня нет определенной фирмы любимой. Просто мне нравятся определенные вещи. Мне все равно, какой она фирмы. Следующий вопрос от Анны Титовой. Будешь ли снимать видео уроки по мягким методам или НХ? Серьезно? Я по мягким методам снимать уроки? Вы о чем? Твой папа конник, бывший, у него второй разряд по конкуру. Второй взрослый разряд по конкуру. Есть ли первый разряд? Да. На планерной 2016 года я выполнила первый разряд на Оскаре. Тройбори или конкур? Конкур. Следующий вопрос от Маши Мироновой. Обожаешь лошадей или просто любишь? Я не понимаю, как можно вот это делить. Обожать и просто любить. Я, может быть, и не обожаю всех лошадей в целом. То есть мне абсолютно все равно. Ну, не то, что все равно. Ну, просто я... У меня нет какого-то такого истерического состояния, когда я вижу лошадь, что я падаю просто в обморок. Типа, лошадь. Вот когда понятно, что у меня есть свои лошади, я их люблю. По сути, лошади, наша любовь не горячо, не холодно. Кормят и слава богу. Поят и слава богу. Конечно, лошадь чувствует какое-то отношение, если негативное, но если ты просто будешь выполнять свои обязанности, ей уже будет хорошо. Она уже будет к тебе привязана. Даже несмотря на то, что ты ей признаешься в любви, если ты просто безумно любишь лошадь, но ничего не делаешь для нее, то смысл от такой любви, правда. Надо все время все подкреплять действиями. Твоя специализация. Конкур, выиск, троебори, вольтяжировка и тому подобное. Вы где-нибудь видели фото меня в выисковом седле? Фото меня прыгающим троеборное препятствие? Или делающие вольтяжировочные элементы? Нет, везде одни прыжки. Значит, конкур. Следующий вопрос от Полины Прониной. Приветик, приветик. Слушай, а ты когда-нибудь ходишь без косички? Если да, покажи, распусти ее. Ну, скажем так, я не всегда хожу с косичкой, иногда у меня две косички, иногда я с распущенными волосами, иногда я с пучковым, как сейчас. Следующий вопрос от Насти Головко. Привет, привет. Привет, хочешь ли ты сделать ластуле или хаббей такую прическу? Одна проблема. Такая прическа у меня не получится, потому что у моих лошадей от природы лежит грива. Следующий вопрос. Будешь ты еще прижать в конную в Ярике? Я езжу туда каждый год уже на протяжении лет пяти. Я туда езжу, выступаю, и поэтому каждый старт я там появляюсь. Так что да, буду. И это были все вопросы. Задавайте их в специальной беседе, ссылка в описании. С вами была я, Ксения Кузнецова. Любите лошадей. Всем пока.